Она самая правильная, самая логичная. Летели пилоты. Ну да, может быть, напукали. Ну холодно, может быть, им в кабине было. Все-таки, знаете, не май месяц. Первое. Второе. Там вот эти вот, знаете, на окраине Иркутска такие скромненькие домишки стоят. И кто-то выстроил двухэтажный дом. А какая у нас скрепа в России? Не жили богато, нечего и начинать. Подождите, Клавль, что значит не жили богато? Ну а что бензин, топливо тратить, вот это вот лететь до Украины? Ну они решили, знаете, двух зайцев убить. И дом вот этому новоришу взорвать. И до Украины не долететь. Герои, герои. Что значит не жили богато? В России всегда люди жили богато. Просто вот эти вот американские технологии, которые по всему миру. Туалеты в квартире, в домах. Что значит туалет дома? Вы что, где едите, там и срёте, ребята? Ну как можно в одном помещении держать и туалет, блин, и кухню, понимаете? Рядом туалеты всегда... Я вот смотрела фильмы вот эти американские. У них туалеты всегда рядом с кухней. Понимаете? Почему туалеты рядом с кухней? Почему нельзя выйти из дома? Почему нельзя пойти в хороший, добротный туалет? Вот сядь в исконно русскую правильную позу, понимаете? А пора жениться. Опять же, биоматериал. Биоматериал будет собираться по всей России. Потому что, ребят, заказов на фекал-косметику на самом деле очень много. Очень. Поэтому биоматериалы будут взиматься по всей России. Потому что это только наша русская. А вот эти вот горячая вода. Горячая вода – это вообще убийца. Убийца организма и тела. Ребят, ну что? А капилляры как лопаются. Вы видели, какие вот эти вот те настоящие немцы краснолицые? Они же вот этой горячей водой привыкли мыться. Капилляры же от горячей воды лопаются. Потому что они не понимают, что они сами себя убивают. Всегда на России люди жили по 300 лет. Потому что туалеты были на улице. Потому что была только холодная вода и та, которая бралась с источника. Потому что все было натуральное. Ребята, вы понимаете, что это натуральный дом, натуральные деревья, ой, дома, натуральные заборы. Все было натурально. Я знаю, даже такие дома у нас есть тоже в России. Там даже нет полов вот этого капеля, шмагеля. Людей прямо на земле, понимаете? По земле ходят. Очень удобно. Прямо на земле стоит дом. Всегда идет общение с природой. Всегда идет омоложение природы. Еще раз напоминаю, люди жили по 300 лет. Сейчас они не доживают и до 60. И вы задумайтесь, почему? Почему? Потому что все это американцы. Ребята, американцы пришли в наш дом. Американцы засрали наш рынок. Эти чаи все американские. Продукты все американские. А Кока-Кола что творит? ГМО. ГМО. Частейшее пальмовое масло. Одно пальмовое масло. А вот эта Кока-Кола, она шатупляет мозг. Вот, ребята, вот если пить Кока-Колу, все. Вы засоряете свой организм микророботами. Микророботы – это микробы. Вы никогда не задумывали, что такое слово микроробот? Это микроробот, микроб. Вы за этот микроб поглощаете в организм. Вследствие чего? У вас начинает сжиматься кишечник. И самое важное. Все говорят, что Россия много пьет. Это все из-за Кока-Колы. Потому что когда микробы захватывают организм, идет потребность в алкоголе. Потому что только алкоголь может избавить организм от вот этих всех токсинов, максинов, шмейцинов. Понимаете? Спасибо.